Переходим к следующему блоку – учеба. И первый вопрос здесь – может ли иностранец поступить в польский ВУЗ? Конечно, да. Я думаю, что в мире, наверное, очень малое место, куда иностранец не может поступить, потому что учеба – это развитие. Никакая страна, наверное, не может развиваться без иностранных студентов. И действительно, да, есть, то есть студент может поступить как на платное, так и на бесплатное, но для этого необходимо будет, конечно, сдать экзамены на уровне с поляками, поэтому бесплатное поступление без знания польского языка становится невозможным. Можно поступить на платное. Многие ВУЗы принимают студентов, обучающихся на английском языке, то есть сложности с этим никаких совершенно нет. Государственные ВУЗы, государственное образование – оно платное или бесплатное в Польше? Ну, конечно, для граждан Польши оно бесплатное. То есть иностранец может поступить на бесплатное, но он будет поступать на тех же основаниях, что и поляк, а, соответственно, ну, это очень маленький процент студентов, которые смогут поступить и сдать экзамены на польском языке, то есть им заранее тогда нужно будет приезжать и обучаться на каких-то языковых курсах, проходить, либо в своей стране изучать этот язык. Теоретически это возможно, да? Ну, теоретически, да, это возможно. Окей, тогда несколько комментариев, как это в Словакии. Здесь тоже государственное, вообще все государственное образование, начиная с садиков, заканчивая вузами, бесплатное. Тоже как для словаков, так и для иностранцев разницы нету. Иностранцы могут на таких же условиях, как и словаки, поступить в любой факультет. Но, опять же, это так, как и в Польше, нужно знание местного словацкого языка. Поэтому есть возможность или, например, поступить на платные годичные курсы словацкого языка. Их есть очень большое количество в разных городах. Если мы говорим за Братиславу, то здесь два таких университета. Это университет Каменского и Словацкий технический университет. При каждом из них есть курсы словацкого языка на один год, как бы, на этих курсах студент выбирает направление. Это или там медицина, право, информатика, физика, химия и так далее. И после этих курсов студент может поступить или в этот вуз, или в любой другой, сдав экзамены. Но есть особенность именно в СТУ, потому что СТУ принимает без экзаменов в себе потом зачисляет. Поэтому, ну, скажем, пойдя на курсы СТУ, можно быть уверенным, что ты будешь точно зачислен студентом. Но, как бы, радоваться еще рано, потому что, когда приходит сдача первой сессии, то все сдают на равных условиях. И, соответственно, если ты прогулял год учения словацкого языка, ты просто не в состоянии будешь воспринимать информацию на лекциях, и ты просто не сдашь даже первую сессию. Поэтому, как бы, нужно серьезно к этому подходить и учиться с первого дня ответственно. Дальше. Какой статус получает студент в Польше? Это тоже статус по учебе, БНЖ, наверное, да? Да, совершенно верно. Здесь есть такое преимущество, что студент может приехать по туристической визе, да, у кого нету без визы, если есть без виз, то, конечно, и по нему, и сразу податься на БНЖ. Даже если это россиянин, да? Да, он может приехать с туристической визы, можно перейти на студенческий статус. Говорю это из личного опыта, потому что я сделала это именно так. И еще хочу добавить, что здесь, в Польше, есть бесплатное образование для иностранцев, профильное, да, профильное среднее образование. Здесь это называется полициальные школы. Это что-то на уровне колледжа, если это брать, вот, наши страны СНГ. И это очень дает большие перспективы и преимущества. Туда принимает иностранцев без каких-либо экзаменов. Необходимо только аттестат об окончании 11 класса в своей стране. В некоторых школах нужно перевод документов на поиски, а в некоторых даже этого не нужно. То есть это настолько просто лайтовые условия. И как бы человек поступает, обязательное условие это 50% посещения. Когда дело доходит до экзаменов, очень лояльно относятся к тем, что, ну, люди как бы, ну, не знают языка. То есть первые там семестры, экзамены, ну, грубо говоря, закрытыми глазами принимают преподаватели. Также предоставляют совершенно бесплатно курсы польского языка для студентов. Также, если ты обучаешься на очной форме обучения, ты можешь получить карту по быту, по бесплатному образованию, да. Потом, какие преимущества? После окончания такой школы, она может длиться год или два. Ты получаешь автоматическое пожизненное разрешение на работу. Ты можешь работать на территории Польши уже совершенно без дополнительно каких-то там вот этих бюрократических оформлений бумаг. То есть очень много перспектив. И еще самая важная перспектива, когда ты идешь на карту резидента ЕС, ты должен сдать экзамен польского языка. Но если у тебя есть диплом, что ты вот закончил польское учебное заведение, этот экзамен тебе сдавать не нужно. Априори, если ты сдал экзамены, наверное, ты владеешь языком. Этим пользуются в основном, конечно, украинцы, но и русские тоже достаточно. Я сама обучаюсь в такой школе, у меня профессия техник-администратор. Вообще просто уникальные возможности, не все об этом знают. Скажите, а у вас есть что-то подобное? К сожалению, в Словакии нет. Хочу сказать, действительно, очень классное предложение. Было бы замечательно, если бы здесь тоже что-то было подобное. Но с точки зрения возможностей, я думаю, здесь не меньше их, потому что есть тоже ряд, скажем, техникумов, таких вот университетов, где можно поступить тоже без экзаменов и без знания словацкого языка. Это определяется только количеством учащихся на этих специальностях. И мы, в свою очередь, как компания «Словакия Гарант» помогли многим студентам устроиться в такие техникумы без экзаменов и без знания словацкого языка. Например, если закончить школу 11 классов, то можно поступить в такой техникум, отучиться 3 или 4 года в зависимости от специальности, получить так называемую матуриту. И с ней уже можно... или, например, ты получил специальность и все, идешь уже на работу, или тем же сварщиком, или поваром, ну, масса-масса разных специальностей. Или можно идти уже на высшее образование. Поэтому возможностей, скажем так, приехать и поступить без экзамена и без знания словацкого языка здесь в Словакии есть, и очень много. И мало кто о них знает. У нас есть там такой список таких школ на нашем сайте, поэтому тоже оставлю в описании ссылку на эту страницу. Кому интересно, люди могут зайти посмотреть. Но то, что есть в Польше, это действительно уникальный такой момент. И Грек, наверное, не воспользоваться этим предложением. И все, кто переезжают, ну, 100% однозначно нужно это делать. Это очень классное предложение. Дальше. Может ли студент поменять основания для пребывания в стране? Да, конечно, может. И, опять же, тоже это очень уникальная возможность, например, приехать по туристической визе. Я сейчас рассказываю свой путь. Я заехала по туристической визе. Причем туристическая виза была открыта не польским посольством, но при этом она была соблюдена все правила шенцгенских въездов и выездов. Я подалась по языковым курсам. Поступила на языковые курсы, оплатила, предоставила документы и получила вид на жительство на год. Вот, в последующем я поступила в полициальную школу. Сейчас здесь обучаюсь. И теперь при наличии данного типа вида на жительство я могу найти работодателя и, соответственно, оформить разрешение на работу, приступить к работе, не выезжая из страны, то есть перейти уже на рабочую карту. Но хотела заметить, что когда человек оформляется студенческий вид на жительство, здесь есть такой минус, что сроки пребывания в стране у него учитываются два года как за год. То есть, чтобы получить ПМЖ, нужно прожить пять лет. Если ты пять лет проучился в ВУЗе, то это учитывается только как два с половиной года пребывания, что в принципе не очень удобно. Но другой момент. Если ты получаешь ВНЖ по языковым курсам, то ты идешь в принципе не как студент. На языковых курсах ты можешь учиться год, два и три. То есть, в принципе, даже может быть и больше, но там уже в принципе ты не сможешь больше учиться, найдешь другие основания для пребывания. Потому что по языковым курсам есть такой пункт «Иные основания для пребывания». И иные – это уже не студенческие. И здесь идет год как за год. В Словакии точно такая же ситуация со студенческим видом на жительство тоже год за два идет. Хорошо, тогда… Да, наоборот. Два как за год? Два за год, да. Единственное, что хочу добавить в этом блоке, что, например, тоже можно… Студенты многие, например, приезжают, получают обычное ВНЖ по студенческому, начинают учиться. Официально они могут работать в так называемых бригадах в течение 20 часов в неделю официально. Но как бы со временем, когда там уже третий, четвертый курс, да, то есть появляется больше необходимость действительно уже работать полноценно. И многие студенты, ну, во-первых, чтобы считался год за год, а не два за год до ПМЖ. И плюс себе разблокировать полностью все возможности для работы, то многие студенты оформляют себе частного предпринимателя, становятся предпринимателями. Это им совершенно никак не мешает дальше продолжать учиться. Но при этом они полностью свободны с точки зрения работы. То есть они могут или открывать свой какой-то бизнес вести небольшой, или, например, предоставлять свои услуги какой-то компании. То есть по факту как бы работать, да, но до юра они выставляют счета фактуры за свою выполненную работу в этой компании. Хорошо. Если у вас нету дополнений, тогда перейдем к следующему блоку. Переходим. Следующий блок, подведя итоги этих трех блоков предпринимательства, работа и учеба. В каждом из них мы поднимали вопрос, можно ли воссоединить семью. Выяснили, что да, можно везде воссоединить и в Польше, и в Словакии. В Польше это чуть сложнее обороты, сложнее. В Словакии с этим проблем никаких нету, можно сразу воссоединить. И такой вопрос в рамках вопроса по воссоединению и вообще ВНЖ. Какие требования нужно выполнять для продления каждого типа ВНЖ? Например, вернемся к предпринимательству. Нужно какой-то оборот, количество сотрудников должно быть заместнано или еще какие-то условия. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Если это идет по бизнесу, то при продлении, то есть процедуры, в принципе, вся та же самая. Начинают смотреть компанию, ее обороты, кто там устроен, как она функционирует. Это первое. Если по работе, то достаточно просто продление рабочего контракта. Если это по учебе, то предоставление документов, что вы продолжаете учиться. В принципе, ничего сложного нет. Отказать могут в случае, если будут какие-то ошибки или проблемы в документах, или действительно, если вы были задержаны или привлечены к уголовной ответственности, нарушили законодательство или, возможно, визовый режим. Например, на период ожидания, когда человек находится в любом статусе, но он ожидает карту, он не имеет права выезжать за пределы Республики Польши. Но при этом, конечно, это никак не отслеживается, но, в принципе, если человек будет пойм за нарушением, это влечет за собой последствия депортации и непродления ВНЖ. Это был мой вопрос следующий насчет сроков пребывания. Я хочу уточнить. Если, например, я бы получил вид на жительство как, допустим, предприниматель, допустим, там через год иду на продление, то есть мне этот год нельзя вообще с Польши выезжать официально? Нет, можно. Нельзя выезжать в период ожидания. То есть вы подали документы и, например, если у вас есть виза еще действующая, пожалуйста, выезжать вы можете или там без визы, да. Но если у вас закончился без визы, закончился срок действия вида, а ВНЖ вы еще не получили. Вот в этот вот промежуток, соответственно, вы можете, вы легально находитесь на территории. Более того, даже этот период будет учитан при получении постоянного вида на жительство. То есть вы, несмотря на то, что нет определенного статуса, но статус ожидания тоже легален, и он будет учитан. Поэтому, в принципе, очень многие люди не обращают внимания на то, что процесс рассмотрения очень длительный. Он может идти, там, например, год, человек год прожил, потом на год дали ВНЖ. Если вдруг отказали, люди подают на апелляцию, апелляция может длиться около двух лет. Как мне рассказывал мой партнер-юрист, что у одного человека он на протяжении пяти лет находился на каких-то апелляциях и уже в конце потом подал на постоянный ВНЖ. То есть... Тоже, тоже как вариант, да. Пять лет... Да, но для получения, для получения ПМЖ в стране из пяти лет пребывания законного необходимо три года уплачивать налоги. Ясно. Ну да, такое очень важное дополнение. Если мы вернемся к первому блоку, то вы говорили, то есть могут и девять месяцев, и год рассматривать документы, и в течение этого срока выезжать нельзя. Что касается Словакии, то пока ты не получил, вот, например, подали документы на вид на жительство. Три месяца полиция по закону может рассматривать документы. В течение этих трех месяцев статуса еще в Словакии нету никакого. То есть человек находится на обычном туристическом, скажем, статусе. Если безвизовом, если он с Украины, например, или там по визе, да, или какой-то туристической визе может ездить. Но тут вопрос был немножко в другом. Мы говорили о продлении. То есть, например, скажу, что я имею в виду. В Словакии, например, для продления вида на жительство на основании предпринимательства нужно выполнить два, вот так, чтобы было видно, важных условиях. Первое — это пребывание в стране. То есть нужно пребывать в стране минимум половина срока, на которое тебе выдали вид на жительство. То есть, грубо говоря, если на два года выдали, значит, ты год должен находиться в Словакии с любыми промежутками. То есть нету разницы, там, месяц, потом два. Ты можешь год быть в Словакии, а на год выехать домой. То есть даже так. Но совокупно это должно быть минимум половина. Первое условие. И второе условие по уплаченным налогам. В случае с частным предпринимателем это минимум 350 евро за год. И в случае с компанией это минимум 3,5 тысячи евро за год. Эти цифры рассчитываются исходя из официальной минимальной заработной платы. Поэтому каждый год при повышении этой цифры могут изменяться тоже незначительно эти моменты. Ну, скажем, это два таких важных аспекта для продления. Хорошо, переходим к следующему блоку. Права иностранцев с видом на жительство в Польше и Словакии.